всем привет у нас сегодня в обзоре nokia lumia 820 этот телефон я уже когда-то приобретал и хотел делать уже на него обзор точнее даже сделал но обзор получился так себе его сравнивал там с разными телефонами и в общем сейчас я делаю обзор вот именно все заново итак это уже второй nokia lumia 820 телефон у меня такой же стандартный как и все 880 820 которые у меня были впрочем есть одно необычное конечно то что с этим телефоном я его купил поддержанным за 50 евро с ним пришла еще вот такая вот штука это настоящая nokia зарядная крышечка то есть эта крышечка для беспроволочной зарядки кладете ее на такую подушечку которая предназначена там nokia qi или как она называется вот и ваш телефон заряжается за ночь без проводов то есть не нужно подключать ничего не нужно портить usb разъем со временем же он раскачивается портится и контакты становятся хуже этот беспроволочная зарядка вот это вот все удачно было куплено за 50 евро пришло в коробочке коробочка такая побольше например у меня 520 она сравним даже так вот такая вот всего лишь вот ну сам понял сама понятно телефон побольше к этому выкидываем так сейчас там в коробочке просто вот зарядник учили бы показывать там не узи как юсби удобно что удобно что можно отключить провод это конечно очень большой плюс что можно заряжать не только этот телефон или пользоваться шнуром не только для этого зарядника но еще и для синхронизации компьютером плюс конечно же ну и там здесь был сам телефон 3 для него ну и здесь у нас куча всяких на финском на английском на шведском инструкции все выкидываем отсюда значит что по самому телефону здесь у нас находится snapdragon с 4 двухъядерный процессор с частотой 1 и 6 1 и 5 гигагерц так памяти в этом телефоне флеш накопитель всего лишь на 8 гигабайт это немножко конечно то есть он продается только в 8 гигабайт на версии как я понял можно конечно расширить micro sd hc или там микро sd micro sd xc карточкой можно расширить конечно там до почти 128 гигабайт там память да но то что базовая версия только 8 гигабайт конечно немножко будет кого-то расстраивать кто купил телефон за приличную сумму так ну что там еще у нас 1 гигабайт системная оперативная память это хорошо для телефонов lumii чтобы игры тянули это хорошо ну и 4 4 3 дюйма диагональ экрана супер амолед это обзор у него углы обзора имени меня радует мне нравится вот если честно так ну и конечно поддержка 4g в нем есть это это тоже большой плюс это надо сказать да разрешение экрана еще хотел уточнить здесь экран 800 на 480 многие конечно скажут там любители android там супер разрешение там они скажут конечно где hd там прочее такое но кому-то это не принципиально то есть картинка я бы сказал все равно приличная даже если и разрешение такое не самое лучшее впрочем 4 3 диагонали экрана конечно могло бы быть hd ну телефон все таки не самый дорогой из линейки lumia есть и 920 и тогда уже появлялись и 1020 и так далее поэтому там конечно все по-другому немножко 8 мегапикселей задняя камера со вспышкой и с оптикой от carl zeiss это конечно хорошо можно снимать full hd видео то есть в этом конечно плюс передняя камера это просто vg она такая обычная так что еще конечно хотелось бы сказать ну и windows phone сейчас находится в нем 8.1 система изначально была восьмерка вот так ну но у разъем для наушников никого не удивишь качелька громкости стандартная все оба отдельная кнопка для камеры это как бы тоже всем уже известно какие же какое же мое личное мнение по этому телефону у меня этот телефон когда первый раз был я им пользовался ну может чуть меньше месяца и потом его продал ну то есть попользовался и продал как обычно я делаю он мне тогда понравился я его тоже купил поддержанный вообще можно сказать очень мало было в нем каких-либо царапинок мелкие мелкие самые такие вот на этом телефоне вот чуть-чуть где-то вот есть такие вот ну вот тут вот такая маленькая маленькая царапинка нами и и даже не заметно кроме как под определенным углом и вот где-то еще может быть есть маленькие такие царапинки вообще буквально просто наверно что-то было такое твердое в кармане или что какая-то песчинка может даже поцарапал в общем неважно у меня были оба телефона в хорошем состоянии то есть бывший владелец берег телефон хранил в чехле и тогда он мне понравился изначально я даже снимал на него видео не помню по моему даже я снимал на него второй сталк если я помню сталк номер два по моему я снимал на такой вот телефон вот но надо сказать что когда его продал и вот сейчас сейчас уже через месяцев так девять я его купил заново за через девять месяцев я купил второй такой же телефон то есть не тот же самый а такой же и мне как-то вот стало немножко непонятно зачем же я вообще купил такой телефон хоть он и был конечно дешевый то есть я по идее как бы купил его только из-за того что он дешевый но вот как-то он тогда у меня был бы обычный восьмерка windows сейчас тут 8.1 но вот как-то она не таки не чувствуется уже таким топовым после htc в она конечно надо сказать которыми я пользовался в течение года вот но все таки стоит отметить что до памяти стало не хватать память потому что я вот снял пару видеоклипов там ну с машиной тут это надо было я просто пытаюсь доделать видео и вот как-то просто там снял в поездке и мне как-то показалось память закончилась быстро с full hd видео то есть нужно все время расширять память плюс micro sd карточкой там micro sd ht второе что мне не понравилось сейчас еще это то что вот как открывается вот это вот задняя крышка то есть вот нажатием на камеру и вот это вот все как как это там по инструкции конечно ее можно и проще открыть может быть но я не знаю по инструкции так и как-то меня это вот в телефонах lumia немножко бесит с одной стороны все это конечно придирки вот у нас тут есть допустим телефон lumia 520 так она вообще обычная такая кусок мыла не камеры со вспышкой то есть точнее камера есть на 5 мегапикселей такая обычная full hd никакой они не даже снимать нельзя обычный такой экран ну такой как бы 4 дюймовый выглядит она гораздо дешевле конечно вот это относительно 820 и надо учесть учесть что это все таки в 2013 году был выпущен телефон поэтому хорошо что он вообще сохранился и вообще что он работает хорошо на теперешний на сегодняшний день попробовал этот 4g сети работает отлично то есть с этим нареканий нету сеть держит долго батарея хорошая в нем то есть я удивляюсь даже как батарея могла он считаю у пользователя был как я понял по чеку он он еще до сих пор на гарантии то есть он был у бывшего пользователя год примерно да и у меня еще тут можно сказать две недели но две недели это конечно не так значительно в любом случае батареи он держит очень хорошо то есть мне хватает и и не на то что на допустим htc вану топовый телефон его хватает там день полтора два активного пользователя этой батареи хватает еще дольше то есть два с половиной даже может быть иногда я удивился может конечно и заменили батарею ли но она даже обычная батарея так ну что давайте сейчас я разберу его чит снимаем заднюю крышку вот ноготь туда и нажимаем на камеру скоро у нас будет в руке сейчас это все неудобно так и вот задняя крышечка обычная как я понял это датчик это точнее какой-то как сказать микро датчик для смены темы то есть желтый желтая крышка желтая тема на переднем экране как я понял это каким-то образом работает там либо сопротивление либо какой-нибудь полупроводник но думаю должен быть обычный датчик как по идее а здесь он замеряет просто видимо это так ну что вот в принципе такой вот обычный телефон здесь этого для зарядки предназначены эти клеммы они так сказать очень интересно сделаны сам тоже хочу такое научиться делать что они как бы двигаются плавают там но они обеспечивают контакт я уже проверял то есть они действительно обеспечивают контакт они когда прижимаешь их они обеспечивают контакт с внутренним внутренней пружиной так ну что в принципе здесь такого сейчас его выключу конечно так вот он выключается но у меня телефон на финском это принципе не так заметно так выключается выключить снимаем батареи батарейка здесь небольшая всего на 1650 миллиампер часов в принципе это нормально думаю так ну вот микросим карточка у нас так вот здесь micro hd micro sd карточка ну или micro sd hc micro sd xc и так далее какие там они есть в принципе здесь ничего такого поразительного то и нету обычная все обычная люмия кнопочки вот такие сделаны надеюсь они хорошо работают и будут работать динамичек как я понял здесь немножко по-хитрому сделан он то есть вот здесь вот динамичек разбирать я конечно его по полностью полностью не буду конечно хотя интересует что там внутри но я не знаю я может быть куплю себе 720 скоро сломанный точнее не сломанный там с микрофоном проблемка я вот его тогда попытаюсь разобрать и посмотреть что там а это так просто интересная вещь в общем крышечки значит меняются вот значит зарядка крышка с зарядкой вот клеммы они подходят сюда а это желтый цвет то есть такие вот крышечки то есть так то они внешне отличаются только лишь тем что на беспроволочной зарядки заднем бампере вот задней этой крышечки там вот это вот такая вот наклеена штука коричка это черная а так разница в них небольшая здесь просто делаем так сказать уплотнитель для батареи как я понял ну или заднего корпуса чтобы он не прогибался в принципе сделано достаточно качественно хотел сказать еще в заключении вот что когда вы закрываете телефон то учтите что аккумулятор как-то ну здесь очень странно закреплен что вот он просто вот так переворачиваете он вываливается оттуда то есть когда вы заднюю заднюю крышечку закрепляете то сделайте это так что то есть сперва его переверните вот так вниз а потом уже закрываете заднюю крышечку так сказать сверху они вот так вот как обычная привык делать ну это такое вот такой вот нюанс так ну и в заключении надо сказать в принципе подержанный такой телефон за 50 там 60 70 евро можно рекомендовать покупки в рублях не знаю как это сколько будет там в долларах но в принципе до 100 долларов я думаю так это если он хорошем состоянии с небольшими там какими-нибудь царапинками если вы хотите себе 4g телефон и именно какой-нибудь брендовый то есть необычный какой-нибудь там китайский там ноу-нэйм то я думаю люмия 820 на эту роль подходит я бы рекомендовал покупки все-таки хоть я конечно и придираюсь к этому телефону но это все больше больше заметно после htc ван что там было топовое разрешение там топовая камера и так далее здесь тоже хорошая камера надо сказать тоже все достаточно качественно сделано ну и windows phone если кому-то нравится это действительно очень даже хорошая система надо сказать так ну будут еще скоро опять обзоры может быть я сделаю еще обзор 520 если это интересно который у меня находится вот здесь вот вот этот вот телефон я им пользовался тоже достаточно уже давно как второй телефон и так далее я его купил кстати как новый это не поддерживает ли фон могу сделать на него обзор скоро с этим обзором все завершаем давайте всем удачи подписывайтесь на канал и всем пока пока не забывайте подписывайтесь на канал и